Виталий Полозов. Рассказ. Минута. Секунда. Добежав до перрона, Виктор Шуга увидел лишь, как заплывает в тайгу хвост последнего на сегодня поезда, который останавливается на этой станции. На нем он иногда добирался до города, где работал на заводе электриком. Вот же незадача. Можно, конечно, вернуться в село и дождаться первого утреннего у родителей Глаши, но возвращаться было неловко. Да, ведь они поторапливали его, дескать, беги, не то опоздаешь. А он все, успею, да успею. Легко им говорить, беги. А как убежишь, если глаз оторвать не можешь от своей ненаглядной? Да еще только что получив их согласие на свадьбу. Впрочем, хоть он и проворонил поезд, ошибка-то не огорчился. Наоборот, тележная колья через лес всегда манила его, и отмерять 15 км до города было не впервой. Так что, ни минуты не мешкая, зашагал Шуга по проселочной дороге и уже на подходе к лесу увидел спешившего навстречу мужика, в котором тот час узнал кладовщика завода. Получал у него иногда кое-что для работы, но знал о нем лишь то, что зовут его Федор. — Слышь, паря, не подмогнешь? — запыхался тот от спешки. — Вон там, за поворотом, телега моя чуток не перевернулась. Так пару ящиков на землю ухнули. Так там и делов-то, что погрузить их. — А? — и торопливо добавил. — Я заплачу. Будь спок. — Да ладно! Не в деньгах счастье! — улыбнулся Виктор. — До завода, если подбросишь, то и квиты. — А-а-а! Земляк! — расплылся мужик в радостном удивлении. — Ты как здесь? — Вот уж повезло, так повезло. — Да я тебя не то, что до завода, до самых ваших бараков довезу. — Вдвоем-то оно и веселее будет. — Так поможешь? — Да не вопрос. Пошли, показывай, где. В лесу у крутой обочины понура стояла лошадка, запряженная в телегу, а внизу валялись четыре добротно сколоченных деревянных ящика. — Костюмы ХБ. — прочитал Шуга на бирке одного из них. — Вон, видишь? — кивнул Федор. — Одному не управиться. Уж больно тяжелые. — Да с чего бы это? — подумал Виктор, но, взявшись за первый же ящик, убедился, что для костюмов вес и правда был слишком тяжелый. Федор, уловив его удивление, хихихнул. — Говорил же, тяжелые. Давай вдвоем. Быстро погрузили и, усевшись верхом на ящики, двинулись в путь. Федор бурно радовался, что не пришлось далеко бежать за помощью, и балагурил, не умолкая. Вскоре Виктор знал почти всю его подноготную. Все сводилось к тому, как он, простой деревенский парень, имея всего три класса образования, пробил себе дорогу в люди, и как он умеет жить. Иссыпал, иссыпал примерами из его удавшейся жизни, а закончив один эпизод, тут же начинал другой словами. — Или вот еще было. Виктор слушал в полуха, размышляя о своем. Еще в конце двадцатых их семью раскулачили и выслали из Украины в Сибирь. А отца перед этим и вовсе осудили за антисоветскую агитацию. Не хотел мужик в колхоз вступать, да еще и в штунде о Боге проповедовал. А это сильно большая угроза власти. В дороге от голода умерла маленькая сестренка трехлетнего Вити. А мать, сумев выжить с оставшимся сыном, встретила через пять лет отца в Ачинске и, будто только этого и дожидалась, отошла в мир иной. Вымучилась она за эти годы и отошла тихо, выполнив свой долг. Всего-то год и пожили вместе. Потом они вдвоем с отцом мотались по Сибири, пока опять не осели в городе. А после войны отца по той же статье, а на самом деле за веру в Христа, осудили вновь. Ну, раз урок ему не пошел впрок. На этот раз срок он отбывал в Краслаге, а в церкви его заменил повзрослевший к тому времени Виктор. Сын шел по стопам отца, и у верующих было опасение, что во всем повторит его судьбу. Милиция ведь давно уже приглядывалась к молодому проповеднику и не раз вызывала на ковер. Тогда и решили в церкви, что надо ему на время ехать из города. А вопрос «куда» даже и не стоял. Около двух лет Виктор ездил с проповедями в село Сосновка. И ни для кого уже не было секретом, что намечается его свадьба с Глашей, дочерью старшего брата той поместной церкви. Теперь загвоздка была в том, что подписанная обходная была у главного энергетика завода, Трофимова. А тот, в пику порторгу завода, желающему избавиться от проблемного рабочего, надоело отчитываться перед милицейскими властями. Хотел всеми способами оставить парня у себя. Тут и директор его поддерживал. Не мудрено. Ведь стоящих электриков во всем городе можно было пересчитать по пальцам. А этот, Чуга, держал заводское хозяйство в отличном состоянии. И вот, исчерпав запас обещаний, на которые Виктор так и не клюнул, Трофимов отбросил дипломатию. Раз ты не подготовил себе замену, будешь работать, пока не найдешь кого-то на свое место. Завил уже без обиняков и не переменул посоветовать. Одного не пойму. Что тебя, молодого парня, в село потянуло? Если прелестила какая девка, так и забирал бы ее сюда. Но Виктор предусмотрительно ничего не говорил ни о самой Глаше, ни тем более о предстоящей свадьбе. Жизнь научила остерегаться даже добрых с виду людей. Этими мыслями он и был занят теперь. Между тем Федор, исчерпав запас красноречия, Вспомнил, наконец, о своем попутчике. И, толкнув локтем в бок, вывел его из задумчивости. — На полпути уже, друг, а ты так и не сказал, кто у тебя там. Родные? — Родные, — подтвердил Шуга. — Братья, сестры. — Вот как? — И много их? — Много. — А через неделю у меня будет свадьба. Улыбнулся Виктор и, поколебавшись, все же не знал, что у того на уме, добавил. — Если, конечно, Богу так будет угодно. — Богу? Так и подпрыгнул Федор на ящиках и повернулся всем телом к попутчику. — Ты что, шутишь? — Нисколько. Все в мире зависит от воли Бога. Разве не так? — Так, не так. Перетакивать не будем, — сверлил тот глазами Виктора, забыв про дорогу. — Слушай, а твоя фамилия, случайно, не Шуга? — Шуга. — А что? — А то, — весь подобрался кладовщик. — У тебя здесь по документам никого, — парторг на партсобрании зачитывал. — Откуда же братья-сестры? — Успокойся. Не шпион я, — усмехнулся Шуга. — Это все братья во Христе. Слышал о таких? — Слышал. Не то слово. — А что так? — Да лучше бы не слышал. — Я, промежу прочим, состою в партбюро завода, чтобы ты знал. И честно служу партии. Грамоты имею. А из-за таких, как ты, ребят из комсомола гонят. Дурить им голову, понимаешь? — Никто никого не дурит, Федя. — Но раз ты в бюро и честный партиец, то скажи честно, их гонят или они сами просят об этом? — А какая разница? На днях, вон, двое свои билеты сдали. И что? — Жизнь-то их теперь исковеркана? — Исковеркана. И все вот этой вашей болтовней о Боге. Их теперь из работы турнут. — А без комсомольского билета куда пойдешь? — А-а-а, то-то. Тебе, шуга, не Бога бояться надо, что даст он или не даст тебе ожениться. Бога не было и нет. А что точно есть, так это милиция. Вот ее-то тебе бояться надо, чтобы вслед за папашей своим в тюрьму не угодить. — Ну, в нашу тюрьму угодить дело нехитрое, — помрачнел Виктор. — Любой может туда попасть. Что ты, что я, от сумы я-то не попаду, — нервно перебил Федор. — А тебе тюрьма как раз. — Да это по что же только мне. Я не хулиган, не жулик, честно работаю на государство, не ворую у него. — Виктор говорил без всякого умысла и не видел, что его попутчик как-то сразу втянул голову в плечи и опасливо отодвинулся от него. — Бояться надо тем, кто все это делает, — продолжал он. — А, Федя, ворует, например. — А ты кого-нибудь поймал? — Неожиданно тонко взвизгнул тот. — Не пойман, не вор. — Понял? И не бери меня на пушку. У меня по накладным все чики-чики. — Виктор поначалу даже опешил, но тут же понял, чего испугался кладовщик. — Бирки. — Точно. — усмехнулся он про себя. А вслух сказал, как можно равнодушнее. — Да ни на какую пушку я тебя не беру. — Зачем мне? — Но вот бирки-то на ящиках любой другой на твоем месте поменял бы. — А чего, бирки? Голос Федора сразу подсел. — Чего тебе, бирки? — Да так. Нет, конечно, если там тяжелая кольчуга, и она к спецовке приравнивается, то у тебя и правда все в порядке с накладными. — Вон ты о чем! Совсем осип кладовщик и суетливо заерзал на ящики. — Гляди-ка, бирк ему не нравится. — Да я тебе какую хош нарисую, понял? Он старался скрыть испуг под небрежной усмешкой, но это ему плохо удавалось. И, раздосадованный собственно трусостью, снова взвизгнул. — Что, думал, испугаешь? Не на того напал. В гробу я видел таких глазастых. — Пррррр! — А ну, проваливай с телеги и топай, пеша! Я тебе не извозчик! — Вот видишь, обещал до самого бараку подвезти, — усмехнулся Виктор и легко спрыгнул на землю. — Ага, меньше нос совать будешь, куда не следует. — Да я не в обиде. И за это спасибо. Доброй дороги, Федя. Иди, иди, смотри, вздумаешь, кому рассказать, самому же дороже выйдет, — погрозил кладовщик и взмахнул вождями. — Ну, пошла! Шуга проводил повозку долгим взглядом. Странно, но такой поворот дела нисколько не огорчил, не раздосадовал. Наоборот, будто ушло вместе с Федором ощущение осклизлой липкой тины, с которой он случайно соприкоснулся, и вернулось в предвкушение чего-то радостного, значимого. Он огляделся и понял, откуда снизошло это чувство. Да это же место вблизи поляны, где они проводили собрания с новообращенными после их крещения. Вон там, за чащей и речка. Лесная глушь служила гарантией безопасности, ибо напрочь исключала неожиданное появление милиции. На него нашло состояние беспричинного веселья, и с легкой душой он шагнул в придорожную траву. Ах, как славно идти по лесу, такой вот летней порой, когда уже не вечер, но еще и не ночь, когда вокруг тебя, скрадывая обзор, высятся деревья из полины в сумрачном одеянии. Но небо над тобой еще синее-синее, с неподвижными стайками многоцветных облаков. Эта вечерняя заря расцветила их своей изумительной палитрой красок. Так и стоят они, нежно-розовые и ядовито-сиреневые, в зените, да сизых совсем рядом, а еще чуть поотдаль, на запятках самого белоснежного облака и вовсе причудливо фиолетовое кружево. Именно там, если присмотреться, увидишь слабое мерцание звезд. Уже засеявших небосклон. А здесь, в лесу, нагретая за день земля, спешит поделиться теплом. От того-то, настоянный за день воздух и отдает прелью. Осторожно! Не сразу полной грудью вдыхай его, чтобы не закружиться голове и не захлебнуться в ликующем восторге. Душа пела. На тесно прижавшейся друг к другу темно-пурпурных шариках высокого репейника он заметил необычайно красивую бабочку и в мальчишеском озорстве схлопнул ладонями, пытаясь поймать ее. И запрыгал, отвпившийся в кожу иголок репея. А бабочка спокойно перелетела на другой цветок. Это, однако, не испортило настроение. Эх! А еще ботанику изучал! Шутливо упрекнул он себя. Бабочка цветы опыляет, «А ты на ее красоту позарился, неуч!» «На чужой каравай рот не разъевай!» И, уже пробираясь сквозь чащу, весело бубнил под нос. «А все равно и жизнь хороша, и жить хорошо!» Дальнейший полет восторженной мысли неожиданно прервал звук, похожий на негромкий протяжный стон. Он осторожно раздвинул ветви кустарника и замер. В метрах двадцати на небольшом пеньке у края их поляны боком к нему сидел какой-то человек в хорошо знакомой ему робе. Виктор сидел, сильно скорбившись, и в этой его позе безошибочно угадывалось что-то скорбное, обреченное. А на траве, на газете красовалась бутылка водки, стакан, хлеб и нарезанные ломтики сала. Виктор шагнул было к нему и еще раз замер. Человек мастерил из веревки петлю и был так увлечен этим, что не слышал чужих шагов. Вот он забрался, настоящий рядом высокий объемный пень, вытянул вверх руку, оценивая расстояние до нижней ветви могущего кедра, и перекинул через нее веревку. Вот уже просунул один ее конец в кольцо другого, чтобы затянуть на ветви верхнюю петлю. Но не затянул, а стал готовить нижнюю, просовывая в нее лицо. Делал он все размеренно, не спеша. Знать готовился мужик к уходу из жизни давно и основательно. Тут под ногой Виктора треснула сухая ветка, и незнакомец с реакцией застегнутого врасплох вора мгновенно сдернул веревку и сунул ее себе под куртку. Тут же скользнул с большого на малый пенек и, как ни в чем не бывало, уселся воровато, озираясь по сторонам. Потом, никого не обнаружив, облегченно вздохнул и потянулся к бутылке, видимо, решив таким образом укрепиться. Дальше Виктор не стал ждать. Шагнул к нему и тихонько кашлянул в кулак. «Хлеб да соль, дорогой путник!» Путник не то чтобы испугался, а в каком-то сильном замешательстве уставился на него так, будто увидел перед собой пришельца с другой планеты. В глазах его читался вопрос. Дескать, откуда ты свалился? И еще в них стояла смертельная тоска. «Не угостишь ли и меня с дороги да с устатку?» Продолжил Шуга. «Что?» «А, ну да!» Все в том же изумлении проронил мужик, не сводя с него глаз. «Отчего же? Вот угощайся, чем Бог послал!» «Спасибо, брат!» Присел Виктор рядом на траву и взял хлеб. «Да было бы за что!» Тряхнул тот головой, будто спроваживая наваждение, и озвучил, наконец, вопрос, готовый сорваться с языка. «Ты кто будешь?» «Я-то?» «Я Виктор Шуга!» Сказал Виктор и, сам не зная зачем, добавил. «Электриком на заводе работаю. В городе. А ты?» «Электрик?» Чуть оживился незнакомец. Даже плечи расправил. «Я тоже на зоне лампочки крутил. Потому сказать, и выжил. Гарев я, Ефрем. А тут не работу ли ищешь?» Обрадовался Шуга. «Не поверишь, но нашему заводу позарез нужен толковый электрик. Именно сейчас. А? Ты что, не расслышал?» Усмехнулся Гарев. «Зоны я!» «Друг, не бери на себя много, чтоб потом не разочаровать человека еще больше». «Но это истинная правда!» С жаром воскликнул Виктор. «Только в этом случае меня отпустят с работы. И я смогу уехать к невесте. А что до зоны, так это здесь не помеха. Кстати, мой отец тоже срок мотает». «Вон как!» «Выпрямился Ефрем. И показал на бутылку. «Ну, тогда, может, наперво причастишься? А то хлеб взял, а водочкой не угостился». «Это нет!» Качнул головой Шуга. «Я только то, что, как ты сам сказал, Бог послал». «А водка тоже от него?» «Для утешения она сильно хорошо». «Но нет, Ефрем. Утешитьюль из нее хуже некуда. А вот подтолкнуть ослабевшего духом на неразумное деяние — это да. Это она может». «Только теперь Ефрем вздрогнул и будто пришел в себя. С минуту он задумчиво размышлял, не глядя на Виктора, наконец понял, что тот видел все его приготовления, и на лице отразилась горечь мысли. «А, ты об этом?» достал он веревку. «Нет, тут никакой смелости не надо. Вопрос-то давно решенный. Это я для прощания». «Я это понял». «Не скажешь, почему?» «Друг, да я бы чем-то помог». «Чтобы ты мог помочь, нужна и моя воля, паря. А ее нет, как нет». «Была, да вся вышла». «Как ты думаешь, останется у человека желание жить, если после двух лет немецкого концлагеря его на пятнашку прячут в лагерь советский?» «О пятьсот веселой дороге в чем Лабытнанге? Слышал?» «Правильно, пятьсот первая. Так вот, я оттуда». «Ну да, амнистия нам вышла, как усатый сдох. А что толку? Жизнь-то мимо прошла». «Это ж надо обивать пороги и доказывать, что ни в чем не виноват, что тебя раненого в плен взяли и свои врагом объявили. Кому нужен теперь ошельмованный зэк?» «Богу, Ефрем!» твердо сказал Виктор. «Богу ты нужен!» И опять, как и в начале их встречи, тот в замешательстве замер, теребя в руках веревку. Потом выронил ее на землю, даже не заметив и поднял глаза на Виктора. Теперь в них угадывался огонек надежды. «Я много раз спрашивал себя», произнес тихо, «почему Бог, если Он есть, не заступается за таких, как я?» Верил в Его существование и не верил. Верил, потому что выживал там, где не должен был выжить, а не верил, потому что страдал ни за что. А сегодня, кажется, убедился, что Бог есть. Только что я просил Его ответить на этот вопрос, и появился ты. Еще бы минута, даже секунда, две, и откуда ты взялся, друг? Ефрем, брат мой, взволновался Виктор, это намоленное место. На этой поляне люди посвящают себя Христу. Здесь они отдают ему свои сердца, а ты хотел уйти от него. Вот этот пень служит нам кафедрой, с нее мы славим Иисуса, а этот величавый кедр, который ты облюбовал, служит нам крышей в дождь и тенью в жаркий день. А небо, посмотри, как пристально следит она за каждым нашим шагом, что там мерцает, видишь, это не звезды, глаза, они все видят. И здесь, внизу, каждая травинка, каждая былинка, каждое деревцо, свидетелей рождения нового человека от Духа Святого. Как же все они могли допустить, чтобы при них свершилось прямо противоположное? Ведь ты хотел уйти в вечность без покаяния там, где другие обретают жизнь вечную. Поэтому они и воззвали о тебе ко Христу, а Он услышал их, потому что ты, как и все люди, его дитя. И слава Богу, что ты сам увидел, как велика его милость. Воззови и ты к нему, брат мой, немедли. Ефрем медленно сполз спинька на колени и, всхлипнув, зарылся лицом в ладони. Шуга оказался не совсем готов к такой быстрой развязке. Голос его задрожал, и он сам упал на колени рядом, подняв руки кверху. Господи, я теперь понял, почему ты прервал мой путь и направил сюда. Я предчувствовал этот твой промысел, но не мог даже предположить, сколь славный день ты уготовил нам с Ефремом. Ты послал меня, чтобы ободрить такого же скитальца по жизни, как я. О, благодарю тебя, Иисус, за великую милость, за этот благодатный миг. Благодари, Ефрем, благодари нашего Спасителя, он слышит тебя. Долго еще стояли посреди тайги два одиноких путника, вслушиваясь в ободрительный шелест леса. Казалось, даже старый кедр, покачивая разлапистыми ветвями, устремился своей двухглавой кроной в небеса, чтобы напомнить им то сокровенное. Говорю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Евангелие от Луки пятнадцатая глава седьмой стих. В лесу уже стало сумрачно, когда они наконец собрались в обратный путь. В обратный, потому что Виктор уговорил своего нового брата вернуться с ним в село и заночевать у родителей невесты. Там, мол, у них есть прекрасный сеновал, и с утренним пригородным уедем на завод. Так оно и сталось. А уже в грядущее воскресенье Гарев, принятый на завод электриком, приехал в церковь в Сосновке и каялся еще раз. Теперь уже прилюдно. Но не только этим покаянием заполнилось то собрание. Еще он рассказал, что тем же вечером, в тот же благословенный день, когда Господь уберег его от трагической развязки, на въезде в город был арестован кладовщик завода Федор. В ящиках, которые помогал грузить Виктор, была обнаружена контрабанда. То ли банки черной икры, то ли тушенки, а может быть и то и другое, но и то и другое в голодной стране неслыханный дефицит. Можно только гадать, что было бы с Виктором, окажись он рядом с кладовщиком. А ведь он был бы рядом, не упомяни он имени Господня, в разговоре с принципиально честным партийцем. на поверку же оказавшимся жуликом. Чего страшится нечестивый, то и постигает его, а желание праведников исполнится. Книга притчи, 10-я глава, 24-й стих. 21-я 300-я 30-я 32-я Продолжение следует...